Дорогие друзья, здравствуйте! Рад всех видеть на своей лекции. Пожалуйста, отпишитесь в чат, что все нормально. Вы меня видите, вы меня слышите, и мы будем начинать нашу лекцию. Итак, друзья, мы сегодня с вами затронем очень важную и актуальную тему, с которой сталкиваются все, кто работает на нашем аппаратно-программном комплексе. Это алгоритмы интерпретации одного из самых главных модулей, модуль, который называется пульс органов, ну или по старинке мы его называем меридианы. Сразу настрою вас на то, что эта лекция будет представлять из себя своеобразные ключи к тому, как правильно работать с модулем. И, то есть, это не будет прям подробный-подробный анализ. Я лишь расскажу о общих принципах и алгоритмах. Но дело в том, что даже продвинутые пользователи, кто уже несколько лет работают с этим модулем, к сожалению, к большому сожалению, не знакомы с этими ключами. И чтобы вас немножко сфокусировать, что вы узнаете из сегодняшней лекции, перед вами дизайн моей лекции, где мы сначала с вами остановимся на новом релизе, который произошел совсем недавно. Таким образом, мы еще немножко подождем остальных наших коллег, которые по ходу лекции подключаются. И в течение минут 5-10 я вам расскажу о особенностях работы с новым модулем, который называется «Диагностика по языку». Затем мы сделаем небольшой обзор аутентичных школ пульсовой диагностики, именно пальпаторных школ. Остановимся на некоторых особенностях китайской и аюрведической школы. Это очень важно понимать, потому что есть особенности в каждой из школ. И важно понимать, с какой из школ работает алгоритм аппаратно-программного комплекса «Ведопульс». Затем мы коснемся некоторых базовых вопросов функционала самого модуля пульсорганов с тем, чтобы, оттолкнувшись от разбора базовых моментов, дальше перейти уже непосредственно к клиническим примерам и интерпретации. И во второй части моей лекции мы более подробно остановимся на двух ключевых алгоритмах интерпретации, которые я буквально дам пошагово в виде инструкции к действию на конкретных клинических примерах. И сразу забегая вперед, скажу о том, что это будет два алгоритма, первый из которых будет связан с аюрведическим подходом в работе с этим модулем и, соответственно, извлечением той информации, которая необходима специалисту, практикующему аюрведу. И второй будет связан с классическим подходом в традиционной китайской медицине и, соответственно, с формированием тех выводов, которые необходимы специалисту по ТКМ. Ну и традиционно я расскажу вам о некоторых анонсах, которые ожидают всю нашу большую мировую команду специалистов, использующих Ведопульс, с точки зрения анонса международных ивентов, которые вот уже в ближайшее время будут проходить. Итак, несколько слов о релизе нового модуля, который, я уверен, многие из вас ждали, потому что мы часто говорили о необходимости появления его в составе нашего софта. Модуль диагностика по языку. Для того, чтобы познакомиться с этим модулем, вам достаточно скачать дистрибутив с нашего сайта, и в демо-режиме, не подключая свой ключ, зайти просто в демо-режиме, открыть, демо-режим откроется со всеми возможными модулями, которые есть у нас на сегодняшний момент, посмотреть, как он выглядит вживую, если это вам необходимо. Итак, почему мы разработали этот модуль? Дело в том, что если мы берем классический подход к диагностике состояния пациента, то в Айурведе этот подход называется Аштавидья Парикша, то есть восьмиступенчатый метод анализа функционального состояния пациента. И среди этих восьми ступеней, восьми методов оценки состояния человека, существует два концептуальных, наиболее главных. Это, конечно же, пульсовая диагностика и это лингводиагностика. Поэтому, понимая важность диагностики по языку, ну, на протяжении последних нескольких лет мы работали, я работал над разработкой этого алгоритма, я искренне рад поделиться этими функциональными возможностями в нашем новом модуле. И этот модуль состоит из двух больших разделов. Первый раздел, его можно назвать техническим, он позволяет достаточно быстро зафиксировать язык пациента с помощью смартфона, то есть телефона врача, и буквально нажатием одной кнопки передать этот снимок непосредственно в программу «Ведопульс», прикрепив его к карточке пациента. И второй большой раздел этого модуля – это, собственно, анализ, который осуществляется по трем базовым алгоритмам, поэтому давайте немножко я на этих алгоритмах остановлюсь. Ну, во-первых, мне хотелось бы вам сказать о главной инновации этого модуля. Она заключается в том, что впервые в мире мы на именно алгоритмическом уровне объединили, казалось бы, два совершенно разных метода. Это данные, которые мы получаем из анализа пульса и, собственно говоря, данные, которые мы получаем из лингводиагностики. И когда мы работаем с визуальным осмотром языка, мы получаем картирование, которое уже подсвечено, исходя из данных пульсовой диагностики, что позволяет специалисту более детально сфокусироваться на тех зонах, которые вовлечены в развитие патологического состояния с точки зрения анализа по пульсу. Итак, первый алгоритм анализа языка заключается в том, что на поверхность языка проецируется карта, которая связана с анализом пульса органов, то есть классического поверхностного глубокого пульса органов и анализа состояния этих систем и органов. И, как вы видите, органы подсвечиваются в два основных света. Это красный цвет и желтый цвет. You can see here are two colors to highlight organs, yellow and red. Соответственно, желтый цвет означает, что с точки зрения анализа пульса в этой функциональной системе или органе наблюдается снижение ресурсов адаптации в результате вовлечения этого органа в какой-то хронический патологический процесс. Например, мы видим, что проекция связана с маткой, с правым яичником, с правой почкой и с восходящим сегментом толстого кишечника, как раз находится синхронно в этом состоянии, что позволяет специалисту более внимательно, визуально на языке изучить именно эти зоны на предмет наличия патологических стигм, которые могли говорить дополнительно о морфологических изменениях в соответствующих органах. Кстати, еще одной из инноваций, которую мы применили в разработке алгоритма, заключается в том, что мы откартировали около 24 зон, которые имеют гендерные особенности. И вот в частности, допустим, толстый кишечник мы разделили фактически на два больших сегмента. Это восходящая часть толстого кишечника, это печеночный изгиб поперечно-ободочной кишки, это первый как бы сегмент. И второй сегмент, это нисходящая часть толстого кишечника и селезеночный изгиб поперечно-ободочной кишки. И обратите внимание, что у нас впервые появилась проекция сакрального, поясничного, таракального и шейного сегментов позвоночников, что достаточно важно в оценке функционального состояния человека. Второй алгоритм работы с этим модулем заключается в том, что мы анализируем состояние маха Доши в случае, если с помощью пульсового анализа мы видим, что Доши находится в одной из шести стадий развития патогенеза, мы проецируем эту зону на язык и показываем, с какими органами это может быть связано. И в частности, если мы видим, что, допустим, у нас вата Доша на уровне бикрити вышла из равновесия, то в первую очередь в красный цвет будет подкрашен корень языка, где проецируются органы, которые в первую очередь контролируются со стороны Апана Вайю, одной из субдош вата Доши. И третий алгоритм, это алгоритм, который никто ни разу, кроме нас, не применял. Это наша инновация, когда мы на проекцию языка фактически наложили дисбаланс субдош и органов, с которыми эти подсистемы регуляции связаны. То есть, если с помощью пульпаторной диагностики мы видим, пульсовой диагностики мы видим, что определенная субдоша находится в хронической компенсации какого-то патологического процесса и она ослаблена, то орган, с которым связана эта субдоша, также подкрашивается, соответственно, в желтый при снижении ресурсов адаптации, либо в красный, если это снижение идет на фоне острого процесса цвета. Таким образом, третий алгоритм позволяет нам заглянуть чуть глубже в механизмы развития болезни и более детально проанализировать одну из стадий патогенеза. В частности, обратите внимание, на этой картинке вы видите, что левая легкая зона проекции левого легкого на языке, так будет более правильно сказано, окрашена в красноватый цвет, что указывает на то, что как раз избыточное напряжение оваламбака капхи, связанное с компенсацией определенного процесса в этом органе, приводит в том числе к тому, что может возникать патологический процесс. В заключение вот этого небольшого обзора нашего нового модуля хочу сказать, что данный подход, объединяющий результаты пульсовой диагностики с визуальным анализом поверхности языка, безусловно, является неким новым шагом в развитии вот обоих диагностических технологий, дающий значительно большие возможности к анализу данных. Ну и теперь мы перейдем к основной теме нашей лекции. Это обзор алгоритмов работы модуля пульсорганов. И, как я вначале уже сказал, мы немножко остановимся на анализе некоторых аутентичных школ пульпаторной диагностики. Будучи специалистом, который получил классическое западное медицинское образование, в тот период времени, когда я начал изучать классическую пульпаторную диагностику, безусловно, я задавал очень много вопросов, потому что мой западный мозг не мог понять, почему в пульсовой волне может присутствовать информация о работе различных органов и систем организма. И поиск ответов на, пожалуй, один из самых главных вопросов, почему эта информация присутствует в пульсе, привело меня к одной уникальной теории, которая называется теория функциональных систем. И, к сожалению, в этой лекции у меня нет возможности глубоко погрузиться в нее, но благодаря именно анализу этой теории были разработаны алгоритмы работы вообще ведопульса, как системы, которая через анализ ритма сердца позволяет оценивать функциональное состояние определенных систем и органов. И если мы говорим о пульсовой волне, то фактически пульсовая волна это следствие очень сложных процессов, которые до этого происходили в сердце. Поэтому эти два явления, работа сердца и ритм сердца, и феномен пульсовой волны настолько переплетены между собой, что и информация, которая находится в пульсовой волне, она неизбежно также находится в определенных ритмах работы сердца. Поэтому по большому счету не имеет значения, пальпируем мы пульс или мы оцениваем ритм сердца. Фактически мы оцениваем один и тот же феномен просто с разных биофизических путей. Если мы возвращаемся к аутентичной пальпаторной диагностике и возьмем школу доктора Вассант-Лада, учеником которой я являюсь, это школа семи уровней пульса, то говоря о первом и седьмом уровне пульса, именно вот на этих уровнях мы можем с вами проанализировать состояние функциональных систем или так называемый пульс органов. И вы видите проекцию на левую руку пациента поверхностных органов и глубоких органов и их связь с соответствующими пальцами специалиста при пальпации лучевой артерии. И это очень важно, потому что проекция пульса органов в аюрведической традиции, она немножко отличается от китайской традиции. И часто, когда мне приходилось вести мастер-классы по пальпаторной диагностике, специалисты, которые привыкли именно к китайской схеме, у них возникало некоторое недопонимание. Принцип пальпации пульса органов, он достаточно прост. Я попрошу сейчас вас взять вашу руку, правую руку, поставить три пальца левой руки, прощупать лучевую артерию и обратить внимание на указательный палец. Это первая позиция. С тем, чтобы сначала послушать на поверхностном уровне пульс толстого кишечника, а затем уйти на седьмой уровень и прослушать пульс, который связан с функциональной системой легких. Затем вам необходимо будет сравнить силу пульсового толчка. Безусловно, пульсовой толчок в этих органах может быть достаточным по силе, а в определенном органе он может быть ослабленный. И ослабленный толчок ощущается именно по силе, как слабое давление артерии на кончик вашего пальца руки. Вот у меня я сейчас указательным пальцем нахожусь на поверхностном уровне. Я слышу сильный пульсовой толчок толстого кишечника. Затем я погружаюсь на седьмой уровень. Делаю это следующим образом. Полностью передавливаю артерию указательным пальцем. Затем чуть-чуть приотпускаю палец до первого пульсового толчка. Я нахожусь на седьмом уровне. И сравнивая пульсовой толчок, я вижу, что пульс легких у меня ослаблен. Таким образом, когда мы пытаемся понять, ослабленный пульс в определенной функциональной системе или органах, мы должны сравнивать только между собой пульс поверхностный и глубокий в одной позиции. И не сравнивать их между двумя соседними позициями. Вот основной и главный посыл, как бы механика процесса, если мы говорим о пальпации пульса и анализе пульса органов. Таким образом, специалист, достаточно просто используя мануальную технику, может быстро получить некий холистический обзор в целом состояния целой функциональной системы без верификации конкретного диагноза, безусловно. Чтобы выйти на синдром, который с точки зрения холистических систем и является диагнозом, необходимо провести определенный кросс-корреляционный анализ, вовлекая в изучение другие феномены пульса. И об этом чуть позже я скажу. Итак, перед вами сейчас китайская схема анализа пульса органов. И обратите внимание на среднюю позицию, которая называется гуань. Здесь как раз в сравнении с юридической позицией точки левой и правой руки находятся на абсолютно противоположной стороне. В частности, если мы берем юридическую школу доктора Васан-Тлада, то на левую руку пациента в средней позиции в поверхностной пальпации проецируется желчный пузырь, в глубокой пальпации – печень. У китайцев здесь проецируется в поверхностной пальпации желудок, в глубокой пальпации – канал селезенки и поджелудочной железы. Ну, на мой взгляд, юридическая схема более справедима, потому что это правая рука пациента, и именно с правой поверхности тела пациента у нас находится желчный пузырь и печень, а желудок у нас с поджелудочной железой и селезенкой находятся с левой стороны тела. Поэтому я не вдаюсь в споры между двумя этими системами. Они для меня обои признаваемы на абсолютном уровне, но вот с точки зрения банальной логики, на мой взгляд, юридическая система кажется более логичной. Более того, помимо вот таких достаточно больших структурных различий, есть очень много функциональных различий с точки зрения тех признаков, которые оцениваются в китайской традиции и в юридической традиции. Но не вдаваясь в подробности, мы должны с вами получить конечный результат. Конечным результатом является верификация патологического синдрома в обеих школах. И вот об этом мы сейчас с вами будем говорить. Очень важным фактом является анализ проекции пульсового толчка, которая может быть в дистальной, средней, либо проксимальной позиции. Потому что это связывает пульс органа с особенностью дисбаланса маха-доши. Ну и заканчивая эту часть моей лекции, мне бы хотелось сказать, что пульсовая волна – это уникальный феномен. И когда мы с вами говорим о уровне пульса, а вот в школе доктора Васан-Клада их семь, то уровень пульса есть не что иное, как степень погружения пальца специалиста на глубину пульсовой волны, где мы с вами слышим различные уникальные феномены. И каким образом вот эти биофизические явления пульсовой волны связаны с другими функциональными системными органами, это, безусловно, требует дальнейших изучений. И я уверен, что ученые в будущем откроют эти синхронизированные механизмы. И, воспользовавшись моментом, я хотел бы вас пригласить на наши очные семинары, где я, безусловно, буду учить специалистов пальпации пульса по всем всеми уровням, и в том числе инструментальной пульсовой диагностики. И вот ближайшие семинары у нас состоятся 30 ноября, 1 декабря в Новосибирске. Для европейских наших коллег это 9 и 10 ноября в Милане и 7 и 8 декабря в Вильнюсе. Итак, ну а теперь нам нужно немножко познакомиться с функционалом модуля пульсоргана перед тем, как уметь интерпретировать данные, которые мы из него получаем. Модуль пульсорганов, он состоит из трех больших разделов. Первый раздел – это так называемая аюрведическая схема, которая анализирует буквально проекцию пальпации пульса с точки зрения аутентичного подхода. В данном случае, посмотрите, у нас есть правая рука пациента и левая рука пациента. И, соответственно, поверхностный первый уровень и глубокий седьмой уровень. И мы видим три точки пальпации. Это указательный палец на правой руке пациента, средний палец на правой руке пациента и безымянный палец на правой руке пациента. И вот когда мы с вами попытались пропальпировать пульс толстого кишечника и пульс легких, то фактически мы с вами попытались услышать, а в данном случае мы визуализируем как раз состояние этих систем. И мы с вами видим, что пульсовой толчок, связанный с толстым кишечником, он достаточной силы. Об этом нам говорит зеленое окрашивание столбца на поверхностном уровне в этой проекции. Но мы видим, что на глубоком уровне в этой же позиции функциональная система, связанная с легким, столбец, который ее отражает, он окрашен в красный цвет и по длине он как бы больше. На самом деле речь не идет о том, что пульсовой толчок легких более сильный, чем толстого кишечника. Наоборот, пульсовой толчок ослаблен. Но ослабление этой функциональной системы связано с каким-то кратковременным острым процессом, в который вовлечены ресурсы адаптации этой системы. Таким образом, возникшее напряжение и вовлечение ресурсов адаптации этой системы приводит к ее ослаблению. Именно это отражает красный цвет. Давайте посмотрим на этой же руке проекцию безымянного пальца. Мы видим, что на поверхностный уровень у нас проецируется зона перикарда, связанная с сосудами. И на глубокий уровень проецируется зона трех обогревателей, тройного обогревателя, связанная в том числе с эндокринной системой. И мы видим, что меридиан циркуляции трех дождь, как его называет доктор Вассант-Лад, или трех обогревателей, он находится в достаточном состоянии по адаптационным ресурсам, о чем говорит зеленый цвет. В то время как канал перикарда, который связан с сосудистой системой, он находится в желтом цвете, что отражает, что этот пульсовой толчок ослаблен, но ослабление этой функциональной системы связано с длительным вовлечением этой системы регуляции в компенсации хронического, вот тут ключевое слово является, хронического патологического процесса. Таким образом, в отличие от классической пальпаторной пульсовой диагностики, с помощью алгоритмов вида пульса мы можем увидеть не только ослабленный пульсовой толчок, но и в принципе вектор развития патологического процесса связан с острым, либо хроническим патологическим процессом в этой системе. Второй раздел функционала этого модуля связан с так называемой китайской схемой, или правильно даже сказать, с проекцией энергетики, которая в данный момент используется той или иной функциональной системой для ее нормального состояния. И здесь ключевым моментом является сочетание двух линий, красный и синий, каждая из которых несет свое функциональное значение. И цветовые зоны на окружности, они отражают как бы нормативные коридоры, где зеленый цвет, это как бы вариант, когда все в этой системе скомпенсировано, даже если есть наличие какого-то хронического процесса. Красное и желтое, это соответственно некомпенсированное состояние, когда энергетика вовлекается в противостояние с каким-то патологическим процессом. И чтобы попытаться проанализировать это состояние, мы должны понимать, что красная линия, она в большей степени отражает именно морфологическую составляющую этой функциональной системы, а синяя линия в большей степени отражает энергетику, связанную с функцией этой функциональной системы. Давайте разберем на примере третьей функциональной системы, которая связана с желудком, вот эту таблицу, чтобы было наиболее наглядно понятно, а как вот в принципе расшифровывать эти данные. Каждый сегмент этой окружности обозначен определенной римской цифрой. И каждая римская цифра, она связана с определенной функциональной системой. Третья функциональная система, она связана с сложными механизмами гидролиза, которые происходят в продуктах пищи, поступающих в желудок. Ну и если мы не берем только ее как бы западный физиологический компонент и с другими процессами, которые хорошо описаны в теории традиционной китайской медицины. Ну, к примеру, если мы видим в третьей функциональной системе, что красная и синяя линия находятся в зеленом нормативном коридоре, это говорит о том, что нет ни морфологических изменений в этой системе, и функционально эта система работает на достаточном уровне. Следующее состояние, когда красная линия находится в зеленом нормативном коридоре, а синяя линия ушла в красную зону. Это говорит о том, что нет морфологических изменений, но наблюдается повышенная функция, напряжение функции, которое может быть связано с просто текущим периодом физиологической нагрузки, которую испытывает эта система, либо может быть уже тенденцией на уровне какого-то функционального расстройства. Рассмотрим еще одно состояние, когда красная линия находится в красной зоне, а синяя линия находится в нормативной зеленой зоне. Это говорит о том, что на уровне морфологии, то есть стенки слизистой желудка, происходят какие-то острые процессы, связанные с ее каким-то острой гиперемией, ответом на какой-то острый патогенный фактор, но при этом функционально, все те основные процессы, которые связаны с контролем пищеварения и с обеспечением пищеварения на уровне желудка, они компенсированы, сохранены и не изменены. Ну и третье состояние, когда одновременно и красная линия, и синяя линия находятся в красной зоне, это отражает, что идет какой-то острый процесс, как правило, он сочетается с болевым синдромом, при котором напряжена как функция, но если мы говорим о желудке, то возникает состояние гипероцидности, так есть изменения и на уровне стенки желудка, есть морфологические моменты. И вот конкретный клинический пример. Здесь женщина жаловалась на изжогу, на постоянную изжогу, с такими симптомами пришла эта пациентка. Мы не будем сейчас разбирать полностью всю клинику и симптоматику, мы обратим внимание только на третью функциональную систему. И она задала вопрос, доктор, у меня, наверное, язва желудка, вы что-то можете увидеть с помощью вида пульса? И когда я проанализировал состояние, я сказал, что по данным пульсового анализа у вас нет данных за именно морфологические изменения в желудке, что есть язвенный процесс, но видно, обратите внимание на синюю линию, она пошла в красную зону, что действительно функция напряжена, то есть есть избыточное выделение соляной кислоты пепсиногенов, из-за чего возникает изжога, и что клинически у ней подтверждалось. Хотя причина всего этого состояния лежит не в желудке, она лежит намного глубже и связана с синдромом застоя ЦИ в печени. И, безусловно, когда в этом разделе модуля пульсорганов мы анализируем состояние функциональных систем, вот с такой логикой, которую я вам объяснил на примере желудка, мы должны подойти к каждой из 12 главных систем. И, вновь вернувшись к вопросам пальпаторной пульсовой диагностики, где мы можем только определить ослабленный пульсовой толчок и, сравнивая возможности, которые дает видопульс, мы говорим о том, что, безусловно, анализ ритма сердца с помощью видопульса дает нам значительно больше данных, не просто манифицируя слабый пульсовой толчок, а раскладывая его на морфологическую и функциональную составляющую. И третий раздел модуля пульсорганов – это раздел, который связан с клинической физиологией, с подходами, которые больше нас уводят в сторону натуропатии. И этот раздел на уровне пиктограмм, а также в визуальной картинке наиболее наглядно показывают пациенту, какие изменения в его функциональных системах происходят. И чтобы работать с этим разделом модуля пульсорганов, требуется знание, какие функциональные системы в нашем организме есть. Для того, чтобы погрузиться в теорию функциональных систем, в ближайшее время я сделаю цикл лекций, которые начитаю вам. А сейчас рекомендую найти книжку профессора Судакова, которая называется «Основы функциональных систем», с тем, чтобы можно было бы понять, как на самом деле работает физиология человека. Потому что, когда мы говорим «функциональная система», фактически ее эквивалентом в традиционной китайской медицине является канально-меридиональная система с главным управляющим органом. И ее эквивалентом в аюридической схеме является сложная теория Агнит-Хату и Субдош, которые также управляют нашими функциональными системами. И вот в качестве примера, мы чуть позже его также используем на клиническом примере с конкретным пациентом, когда мы говорим о меридиане легких с точки зрения китайской системы, то с точки зрения клинической физиологии или нутропатии речь идет о функциональной системе, которая контролирует газообмен и через контроль газообмена контролирует процессы энергообразования на уровне тканей. И с точки зрения традиционной китайской медицины, легкие – это орган, который управляет образованием чистой ци. С точки зрения аюрведы речь идет о том, что легкие – это орган, который помогает организму аккумулировать прану. А с точки зрения клинической физиологии и нутропатии речь идет о сложном механизме поддержания постоянства газового состава крови, результатом которого является полноценный процесс тканевого дыхания, вследствие которого образуется энергия в нашем организме. Вот, оттолкнувшись от такого очень обзорного анализа функционала модуля пульсорганов, я сейчас вам дам два главных алгоритма. Собственно говоря, эта лекция была устроена именно для того, чтобы я и передал вам эти алгоритмы. Первый – это будет аюрведический подход к анализу данных в модуле пульсорганов. Так, давайте запишем или зафиксируем с вами буквально последовательность шагов, которые должен сделать специалист для того, чтобы подойти к анализу данных из модуля пульсорганов с точки зрения аюрведической практики. Во-первых, нам необходимо проанализировать на уровне модуля конституции, в каком состоянии баланса находится Махадоши. Затем нам нужно понять по определенному алгоритму, который я дам чуть ниже, какова вероятность развития определенной стадии патогенеза дисбаланса ДОЖ на уровне сампрамки, в шести стадии развития болезни, согласно аюрведическому. Затем мы должны с вами проанализировать состояние агни-тхату и вопросы, связанные с накоплением промежуточных продуктов метаболизма, то есть насколько идет аккумуляция амы в соответствующих тхату. И после этого мы должны посмотреть, а как дисбалансированы системы регуляции, которые в аюрведе называются СУБДОШИ. И только после этого мы должны с вами взять модуль пульсорганов с его данными и наложить на предыдущие четыре ступени. Только в этом случае мы с вами увидим реальную картину. Итак, перед вами скриншот модуля конституции. Мы начинаем анализ с него. Это реальный клинический кейс. Чуть дальше я вам скажу, какой диагноз у этого пациента. А сейчас я воспроизведу некую логику аналитическую, как бы клинического мышления, которая в конечном итоге нас подводит к этому синдрому либо диагнозу. Во-первых, давайте зафиксируем, что диаграмма, которая здесь представлена, она имеет определенные диапазоны, которые достаточно четко разделяют состояние пациента, исходя из шести стадий развития болезни. Итак, зеленая линия, которая находится в диапазоне 2-4, это состояние баланса. То есть, если система регуляции, которую мы называем ДОШа, находится в этом диапазоне, то это говорит о том, что она находится в местах своей локализации, без тенденции к возбуждению и излиянию. Следующая зона в диапазоне от 4 до 5, это зона, которая связана с первыми двумя стадиями развития заболевания. Когда возникают первые, некоторые специалисты, это называют психосоматическая стадия. В Ирведе это стадия санчая и прокопы, когда идет возбуждение и накопление избыточного потенциала ДОШи, но она еще находится в местах своей локализации. Следующий диапазон от 5 до 7, это диапазон, когда ДОШа выходит из мест своей локализации, она начинает распространяться по тхату, связывается с тхату, с тканями, и начинает локализоваться, вызывая развитие патологического процесса. И следующая зона выше 7, это уже пятая и шестая стадия развития заболеваний согласно сампрамте, ирведическому патогенезу, когда идет явная манифестация болезни, а также значительные морфологические повреждения в месте локализации ДОШи. Если мы опускаемся ниже нормативного коридора на уровень диапазона от 1 до 2, то это состояние кшая, то есть ослабленной ДОШи, состояние истощения механизмов регуляции, которые связаны с этой ДОШей. И диапазон ниже единицы, это диапазон, который говорит о блокировке данной системы регуляции ДОШи, той ДОШи, которая вышла в значительное неуравновесие. Таким образом, если мы следуем юридической логике анализа пульса органов, мы с вами сначала должны проанализировать баланс МАХА-ДОШ примерно по сценарию, который я только что вам рассказал. Если вам было сложно воспринять эту теорию, то для русскоязычных специалистов, работающих на ведопульсе, я настойчиво рекомендую освоить государственный курс по аюрведе, который читает мой коллега и друг, доктор Субатялов. Этот курс буквально начался несколько дней назад, и вы еще можете к нему присоединиться с тем, чтобы систематизировать ваши знания в области аюрведы. Это очень вам поможет в работе с ведопульсом. Следующий шаг нам необходимо понять, перед тем, как проанализировать непосредственно, почему ослаблен пульс органов с аюрведической точки зрения, это проанализировать метаболизм в тканях, или Агни-тхату. Обратите внимание, что раса-тхату, меда-тхату и шукра-тхату находятся в желтой зоне. Желтый диапазон означает, что метаболизм в этой ткани, в этой тхату, снижен вследствие хронического, вяло текущего, длительного патологического процесса. В то время, как мам-садхату находится в красной зоне, что отражает, что метаболизм в мышечной ткани находится в состоянии напряжения и рефлексирует на какие-то острые либо подострые события. И мы видим, что между мышечной тканью и жировой тканью у нас наблюдаются изменения, шротос, которые высоко вероятностно связаны с накоплением промежуточных продуктов метаболизма, которые в ирведе называются АМА. Итак, вернемся на шаг назад и на том слайде, где я показывал модуль конституции, вспомним, что у нас было состояние капха-вритхи, то есть мы видели, что капха дисбалансирована, а на этом слайде мы видим, что вовлечены в изменения медастхату, шукратхату, мамсатхату, мамсатхату и расатхату. Пользуясь случаем, друзья, я хотел бы анонсировать предстоящий конгресс по пульсовой диагностике, который пройдет 2 ноября, где, на котором с докладом, со своей часовой лекцией выступит доктор Васан Тлат, и как раз он будет с Вами говорить о пятом уровне пульса, о уровне пальпации агнитхату и о особенностях патогенеза, которые мы должны услышать в пульсе, пальпируя этот уровень. Вы можете уже сейчас регистрироваться на наш конгресс. Мы будем рады видеть не только наших иностранных пользователей, специалистов, работающих с Ведопульсом, но и наших отечественных специалистов, кто может позволить себе слушать доклад на английском, потому что этот конгресс будет без перевода. Мы идем дальше с точки зрения анализа пульса органов, и перед тем, как перейти к этому модулю, мы смотрим баланс субдош. И мы видим, что Апановаю, Вьяноваю, Ранджакапита находятся в желтой зоне. Желтая зона означает, что данная система регуляции, или как она звучит на санскрите субдоша, вовлечена в компенсацию определенного хронического патологического процесса. Апановаю, как система регуляции, она контролирует три больших зоны в нашем организме. Одна из этих зон – это репродуктивная система, просто возьмем себе на заметку. Вьяноваю контролирует вопросы циркуляции энергии в нашем организме, и в том числе связана с механизмами циркуляции жидкости, то есть по сосудистому руслу, и нас в большей степени интересует циркуляция лимфы по лимфатической системе. И ранжака пита, которая связана с функцией печени, которая в том числе вовлечена в механизмы биотрансформации стероидных гормонов, контролирующих репродуктивную функцию. Ну и теперь мы перейдем непосредственно к данным, которые мы получили по анализу пульса органов у этой женщины, и перед вами тот диагноз, с которым она пришла, и те данные, которые мы у нее видели. Итак, мы обратим внимание, что в первой функциональной системе наблюдается напряжение, и отметим себе, что эта система связана в том числе с напряжением функции иммунной системы. Мы обратим внимание на вторую функциональную систему, которая находится в желтой зоне, и в сочетании с некоторыми другими признаками это говорит о хроническом воспалительном процессе, который идет в кишечнике. Теперь обратите внимание на восьмую функциональную систему, которая связана с почками, и одновременно на десятую и двенадцатую функциональную систему. А теперь запомните, что сочетание восемь плюс десять плюс двенадцать это признак наличия патологического процесса в репродуктивной системе. Таким образом, состояние, связанное с миомой матки и кистой яичника у этой женщины связано с расстройством на уровне капха-доша, медас и мамсадхату и шукратхату с одновременным вовлечением апанаваю, вьянаваю и ранжака питы. И таким образом, только на уровне совокупности данных мы с вами можем подойти к более точному синдрому. Не диагнозу. Диагноз может поставить врач на основании современных данных, а к синдрому, который необходим нам в логике работы как холистического специалиста в области холистических практик. И вновь хотел бы пригласить не только отечественных специалистов, но и специалистов, которые с нами сотрудничают из-за рубежа к участию в уникальном курсе, который будет читать наш коллега доктор Нараян Намби по вопросам терапии внутренних болезней Кай Чикицы с последующей специализацией в его клинике в Индии. И теперь мы перейдем ко второму алгоритму интерпретации данных. Интерпретации с точки зрения теории традиционной китайской медицины. Здесь тоже есть своя логика, следуя которой мы можем подойти к верификации одного из синдромов ТКМ. Во-первых, нам необходимо определиться с одним из девяти главных конституциональных синдромов. Затем, и это очень важно, нам необходимо определиться с энергетическим потенциалом, который есть в системе, потому что методы терапии, а также прогноз течения проблемы напрямую зависит от уровня энергии, который есть в системе. Затем мы должны проанализировать наличие патогенных факторов, которые могут стимулировать развитие болезни. И в заключительном этапе мы переходим к модулю пульсу органов с тем, чтобы определить ведущий патологический синдром с позиции традиционной китайской медицины. Подобно тому, как в Ирведе, если суммировать моно- и дуальные типы, мы приходим к формированию девяти базовых конституциональных профилей, в традиционной китайской медицине есть также девять ведущих конституциональных синдромов. В данной таблице вы как раз видите это сопоставление, когда мы берем один из конституциональных типов, в данном случае, на предыдущем примере мы работали с капха-вата типом, который в китайской традиции соответствует синдрому застоя энергии. И при синдроме застоя энергии вероятность развития доброкачественных и злокачественных новообразований очень высокая. Таким образом, и в юридической традиции и в китайской традиции существует абсолютно подобный подход верификации конституциональных синдромов. К примеру, перед вами пациент с состоянием вата-капха, который в китайской традиции соответствует синдрому дефициту пустоты ян. Следующий шаг связан с анализом патогенного фактора. И для того, чтобы верифицировать, какой патогенный фактор влияет на данную функциональную систему, мы смотрим на модуль конституция, но анализируем его с точки зрения китайской логики. Когда мы смотрим на столбец, связанный с вата-доши в китайской традиции, мы смотрим на него как на патогенный фактор, который называется ветер. То есть патогенный ветер. И если мы наблюдаем следующую совокупность признаков, то есть вата или ветер больше пяти баллов по шкале конституции, и мы видим изменения в первой функциональной системе, которая связана с легкими, то мы вправе верифицировать синдром, который называется синдром холода и сухости в легких либо с паттерном пустоты либо с паттерном полноты. Соответственно симптоматика, которая при этом синдроме будет связана с вопросами сухости, холода, который протекает в легких и соответствующей клинической картиной, которая чаще всего проявляется сухим кашлем, который является верхушкой айсберга, сопровождающей различные патологические состояния. И наиболее частым исходом этого состояния являются нейротические бронхоспазмы, то есть склонность к бронхоспастическим реакциям. Теперь для определения патогенного фактора мы вновь смотрим на следующий пример. Мы видим, что ПИТО больше пяти баллов и с китайской логики мы говорим о патогенном жаре. И если мы видим сопутствующие изменения в пульсе органов, то мы вправе говорить о синдроме жара в легких, либо с паттерном пустого жара, либо с паттерном полного жара. Соответственно, синдром жара в легких это синдром, связанный всегда с воспалительным состоянием верхних дыхательных путей, бронхиальном дереве, в паренхеме легких, которые, как правило, сопровождаются вирусной или бактериальной инфекцией. И третий пример. С точки зрения традиционной китайской медицины, если мы видим, что капха больше пяти баллов, речь идет о вопросах, связанных с накоплением сырости и мокроты как патогенном факторе. И если при этом наблюдается сопутствующие изменения в первой функциональной системе, то мы вправе поставить синдром застоя и сырости в легких. Подводя итог, мне бы хотелось сказать следующее, что недостаточно просто посмотреть на энергетический всплеск в проекции определенной функциональной системы. В зависимости от наличия патогенного фактора и кондиционального синдрома, мы трактуем это состояние иногда совершенно разными механизмами патогенеза. Например, синдром сухости и холода в легких, синдром жара в легких, синдром застоя и сырости в легких, совершенно разной клинической картины и разными подходами в терапии. Забегая немного глубже, должен сказать, что по каждой функциональной системе на самом деле есть 9 синдромов. Я перевел только 3. Поэтому верификация она значительно глубже, но главное, что я вам дал ключ к тому, как необходимо работать с модулем пульсорганов с точки зрения теории традиционной китайской медицины. И ведопульс очень легко позволяет подобрать комплексную реабилитационную программу. Если вы работаете в области гербологии, фитотерапии, то зайдя в модуль фитоэнциклопедии и выбрав вкладку раздел, связанный с традиционной китайской медициной, вы можете фактически при одном из 9 конституциональных синдромах или одном из 48 органных синдромах полностью определить терапию, которую вы будете использовать с вашим пациентом. На самом деле мы с вами кратко пробежались по одному из основных пунктов работы с пациентом. На самом деле таких пунктов 5. И когда мы говорили о анализе модуля пульс органы, мы говорили о третьей ступени, когда идет анализ состояния функциональных систем на основании кросс-корреляционных данных. Подробно о пяти главных шагах, которые должен использовать специалист при работе с ведопульсом, я буду говорить на своей лекции, которая состоится в рамках конгресса про пульс 2 ноября, где вы сможете познакомиться с основной логикой, необходимой для полноценного анализа состояния пациентов. Итак, я благодарю вас за внимание и немножко мы посвятим времени для ответов на ваши вопросы, потому что наша лекция уже вывалилась из того регламента, который мы планировали. Так, вопрос, почему правый яичник, значит ли, что изображение языка зеркально? Светлана, вы абсолютно правы, модуль пульс органов дает визуал зеркального отображения языка. Следующий вопрос связан с тем, может ли видопульс определять наличие бактериальной или вирусной инвазии или паразиты? Вопрос утвердительный, но мы не можем верифицировать штамм или вид бактерий или вид вируса, мы можем лишь говорить о косвенных признаках, которые мы видим на ведопульсе, которые могут сопутствовать паразитарной инвазии. Мы подробно это обсуждаем, в том числе в научных семинарах. Я вас приглашаю, где мы разбираем эти признаки. Чтобы дать вам направление к размышлению, обращайте внимание в модуле недана на такие субдоши, как кледока капха, которые очень часто ассоциируются с хеликобактер пилори. на такие субдоши, как ранжа капита, которая часто связана с паразитозом в гипотабилиарной системе. И апанаваю, которая в большинстве случаев напрямую связана с состоянием дисбиоза в толстом кишечнике. Наталья задает вопрос, как можно с нами связаться по сотрудничеству. Наташа, пожалуйста, пишите на наш электронный адрес на сайте, вживо чат на сайте, звоните по телефону и мы с удовольствием выстроим с вами плодозборное сотрудничество. Еще один вопрос, это учитывается ли различие в школах пульса китайской юридической в алгоритмах работы ведопульса. Алгоритмы ведопульса преимущественно используют подход с аюрведической тибетской школы пульсовой диагностики. Но при этом мы легко можем экстрапорировать данные с одной традиции на данные, которые нам важны с точки зрения китайской логики и это в своей лекции я вам продемонстрировал. Еще один вопрос по разделу Атласа в модуле пульсорганов. Забегая вперед, я анонсирую, что сейчас идет работа над контентной частью в этот раздел, где будет подробно описаны все функциональные системы и их состояние в виде текстового блока, который, я думаю, будет очень полезен специалистам. Вопрос, почему ведопульс прямо не измеряет пульсовую волну на артерии радиалиса. Отвечу словами доктора Вассант-Лада, который говорит о том, что мы можем снимать информацию о органах и системах и баланса ДОЖ, пальпируя пульс, но мы можем также снимать эту информацию, если изучать сердце, потому что сердце является первой причиной образования пульса. Ведопульс как раз и работает сердцем, поэтому у нас нет необходимости в анализе механической пульсовой волны. Петра задает вопрос, что такое ДЗИН. Речь, наверное, идет о состоянии и ДЗИН, это питательное ЦИ в переводе. Петра также задает вопрос, что такое МАХА ДОША. Термин МАХА применяется к ДОША, когда речь идет о трех больших ДОШах. В некоторых случаях используют именно такое слово-сочетание. МАХА ДОША. Сколько уровней пульса может измерить Ведопульс? Ведопульс может измерить шесть уровней из семи. На сегодняшний момент мы пока не способны оценить МАНОС Пракрити. Все остальные уровни в той или иной степени мы оцениваем. В Милане вопрос по поводу семинара в Милане. Семинар в Милане будет на русском с переводом на итальянский язык. Если вас интересует англоязычный семинар, то, пожалуйста, следите за нашими новостями, получайте рассылку и по миру в течение года у нас, как правило, организуется большое количество англоязычных семинаров. Кроме того, на нашем образовательном портале есть очень много моих лекций, переведенных на английский, которые вы можете бесплатно прослушать. Светлана задает вопрос, какова цена модуля лингводиагностики. Света, зайдите, пожалуйста, в раздел калькулятора на нашем сайте. Все цены там выложены. Все зависит от того, какая у вас версия русская либо англоязычная. Цены немножко отличаются. Либо задайте вопрос менеджерам по указанным электронам. Илона задает вопрос, данные в атласе эквивалентны данным в других разделах модуля пульсорганов. Илона, вы абсолютно правы. И вот наш коллега из Голландии Роб, я приветствую вас, он фактически вам ответил, что да, это фактически одинаковые данные. Значит, в атласе у нас отражается в первую очередь морфологическая составляющая функциональной системы. То есть, если она не находится в красной, то и в атласе не будет это отражено. Галина задает вопрос, почему не сходятся данные на графиках, картинках по различным разделам пульса органов. Галина, это данные от разных пациентов, поэтому там нет прямого сопоставления, я их привел в качестве наглядности, просто демонстрируя функционал. И последний вопрос, семинар в Вильнюсе будет на английском? Да, семинар в Вильнюсе будет на русском с переводом на английский язык. Ну что, друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, моя лекция дала вам немного знаний, которые воплотятся в ваши новые компетенции, навыки. Вы получите больше возможностей к оценке состояния с вашими пациентами. жду вас на наших мероприятиях, на наших образовательных программах и искренне верю в то, что Ведопульс является вашим незаменимым помощником для принятия правильного решения. Ведоприятия